Поднимай, поднимай. Держись. Поднимай. Все, хорошо. Давай. Попробуем завтра. Здесь болит, здесь полит, здесь ничего не понимается. На самом деле, так тело поламывает, не привыкли мы к нагрузкам. Поднимай. Подбери, подбери, раз, подбери, еще наверх, прогнись мне. Еще, 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 поднимай, 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 поднимай. Вот, вот, прогибайся. Мне кажется, что здесь есть одна шпагат, у меня тормутся ноги. Но блеск в глазах зато есть. Не высоко, Сережа. Не высоко. Поднимай, поднимай. Хорош. Давай, Натюшка. Оттягивайся, ножку отпускаю. Оттягивайся, теперь не сюда, а вот сюда. Нет, 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 все правильно надевали. Рукой-то надо старуться. А, рукой. Вот. Теперь вот эту ногу, да, ставим сюда. Выше, а эту, а эту, а эту... Переводи корпус. Юль. Ой. Дорогая Наташа Подольская, я желаю тебе на первом выступлении не испугаться, быть красивой, быть веселой и чтобы все вокруг радовались и смеялись, глядя на тебя. Заставить себя подняться на высоту более 10 метров без страховки очень сложно. Наталья Подольская согласилась. Правда, при условии, что мы разрешим ей спеть под куполом цирка свою новую песню. Мы, конечно, тоже согласились, ведь мы уже обманывали таким образом и Сергея Лазарева, и Жанну Фриске. Встречайте, Наталья Подольская! Аплодируют Наталье Подольской и ее родственники. Владимир Крисников-старший, и Елена Крисникова. А номер Натальи посвящен, конечно, воздуху, самолетикам. Вот таким красивым, интересно, что будет делать Наташа с самолетиками. Встречайте, Наталья Подольская И вместе с самолетиком неожиданно прилетел Александр Волков. Замечательный артист, который отвечает за сохранность девушек в воздухе. И обратите внимание, друзья, отсутствие страховки. Очень большая ответственность на Саши. Не каждый бы согласился вот так вот взлететь. На глазах Владимира Бреснякова, с девушкой Владимира Бреснякова, понимаете. Знаете, какая двойственная ситуация получается. Настолько доверяют партнерам, в данном случае Саши, да, люди, которые с ним работают, что они забывают об опасности, действительно, которая очень страшная вещь, это воздух. Понятное дело, что с тобой профессионал набывают всякие вещи. КОНЕЦ Мы напоминаем, что артисту всегда нужно, помимо того, что не забывать об опасности, нужно помнить о том, что ты исполнишь номер, нужно быть в образе. Сейчас мы видим, наверное, образ очарователя девушки, которая ждет летчика. Вот Александр играет летчика, мы видим, он был в шлеме. Сейчас он летчик без самолета, поднимает девушку на руки. Они парят в воздухе над аэродромом Тушино и летят в сторону Красногорска. КОНЕЦ Артур, а Саша пришел в цирк из какого-то спорта или он изначально впервые пришел в цирк и начал тренироваться и готовиться? Саша пришел со спорта, потом работал совсем в другом жанре, он не работал в ремнии. Он работал акробатикой, наверное? Нет, они работали в полет. Вот этот номер ремней, мы помним, полотна замечательные. И вот посмотрите, какая удивительная поддержка. И Наталья делает кувырок в воздухе в руках Александра. Потрясающе. Ну, остается рукоплескать этому дуэту. Волчком взмывает Наталья Подольская над Манежем. И маленький самолетик тут как тут. Здравствуйте, друзья! Как бы кричит он нам, жужжа своим профилям. Жужужу, я с вами дружу. Наталья Подольская и Александр Волков. Браво! 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 Расскажите, кто управлял этим самолетом? Я думал, это дрессированный химичок, но там никого нет. Сюда мы вставили фрагмент из иллюзии. Это левитация. Я управляю предметами. То есть ты управляла сейчас этим самолетом? При том, что руки были заняты. Удивительно. Фантастика. Скажи, не было страшно, когда ты без всякой страховки на такой высоте? Женщины иногда управляют умом, кстати. Я хочу как раз перейти вот от этой фразы к Владимиру Преснякову. Владимир, что вы испытываете, когда девушка, которая составляет ваше счастье, парит в воздухе без всякой страховки? Я очень горд за мою девочку, что это было без страховки. Я сам не ожидал. Я в шоке. Мне очень понравилось. Спасибо. Я хочу счастливым родителям вашим задать пару вопросов. Дорогие родители, а вы как оцениваете вот это? Вы знали, ожидали от Наташи такой смелости? Я тоже не ожидал. Это удивительно красиво все было. И очень романтичный такой номер потрясающий. Сочетание с музыкой. И все это очень здорово. Спасибо. Жарковато было после этого номер, конечно. И во время, да. Но хотелось бы сказать, вообще Наташа нас удивила, но большое спасибо молодому человеку. Которая ее держала, доделала. Давайте Александру Болкову отдельных аплодисментов. Спасибо, Саша, вам большое. Спасибо. Предоставим. Уважаемый член жюри, выставляйте оценки. Это дорогого стоит. Десятка от этого человека. Сидел, придирался, как мог. Сравнивал с Ксюшей Собчак. Пытался придраться к тому, что до начала номера вы с пятки пробежали через весь манеж. Это очень бросилось. Но по ходу номера вы больше ни разу не повторили. Это меня опять ближе к десятке склонило. Ваша робость, которая была и на манеже, и в воздухе, на девятку. Но вот пока вы разговаривали, все-таки сам себя уговорил дать вам десятку за риск и за улыбку. Иосиф Давыдович, прошу вас. Вань, я как поклонник цирка хочу сделать замечание сразу же. Просто без страховки, когда такой блестательный профессиональный артист Саша Волков, вы говорите, без страховки. Да, надежность просто была рядом. Вот можно, я, например, входил в клетку к тиграм, потому что рядом был запах. Ну, вот. Забег только начинается. И таких людей, как Наталья Подольская, ну, вот то, что можно назвать каким-то там поражением, это стимулирует. Она сейчас соберется и всех еще порвет. Хочу я напомнить всем, что на пятой фабрике тоже победила не Наташа. Но сейчас мы видим, что Наталья Подольская это артистка, которой восхищаются миллионы, не побоюсь этого слова. Поэтому вот моя девятка сегодня весит столько. Вот как-то так. Браво, спасибо огромное. Наташа, мы поздравляем тебя. Оценки замечательные. Наталья Подольская. Александр Волков. Честно говоря, я так забыла, что ставят оценки в конце номера, потому что на самом деле воздух, это очень романтичное что-то такое. Я была полностью в музыке, полностью в Саше, в моем партнере, и мы старались сделать, но с вами получилось. Я нигде не рванула. Нет, 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 все отлично. Пресс не поделал. Я думаю, это достойные оценки, при том, что это первая съемка. Нет, не монет. Выход на аренду. Еще высокие оценки, чем в Теремпи. Пригадаю. Продолжение следует.